Добрый день, друзья! Сегодня тема, на которой мы будем говорить, это тема мышцы бедра. Тема, на самом деле, уже обсуждаема много раз и так далее, и так далее, поэтому для вас это, наверное, будет для кого-то повторение. Кто-то, может быть, в первый раз услышит, но это курс лекционный, который нам нужен. Итак, мышцы бедра. Начнем с таза. Начнем с таза, вырисовываем ось, верхняя часть грибной подвздошной кости, верхняя ось, раз и два, спускаемся в центр, угол лобного сращения, седалищные бугры, запирательное отверстие, вертлужная отпадина, вставляем головку бедренной кости, выпускаем шейку, под углом 135 градусов, выставляем по отношению к вертикали направление шейки бедра и спускаемся по поверхности бедренной кости вниз, упираемся в нижний край бедренной кости, два мышчалка, один внутренний, другой наружный, вот, ставим коленную чашечку, тут очень удобно, всегда низ коленной чашечки будет совпадать с тем местом, где начинается край большеберцовой кости, там очень большое расстояние, поэтому сразу ставим край большеберцовой кости и спускаем ее вниз, даем треугольник, это место прикрепления собственной связки наколенника, и здесь сбоку прикрепляется малоберцовая косточка, вот так. Вот у нас такая линия бедра, повторим эту же ситуацию здесь, с этой стороны край, край спускаемся вниз, опять внутренний мышчалок, наружний мышчалок, сжимающий между собой суставной блок, ложимся на основание большеберцовой кости, здесь и краешек малоберцовой кости поставим. Итак, начнем с группы, которая находится у нас внутри, которая называется «Группа приводящих мышц». Секундочку. Да. Давай, давай. Пока-пока. Когда звонят любимые люди, надо всегда подходить. Ну, тем более же это запись. Не обижайтесь, по-моему, это мило. Да. Итак, поехали. Значит, приводящие мышцы – это внутренняя группа, которая заставляет наши бедра сходиться вовнутрь, сжиматься, удерживать наше вертикальное положение и двигать ногу, когда ноги разведены, во внутреннюю сторону. Поэтому мы берем территорию первой группы мышц. Это гребешковый мускул, который идет от лобковой кости, спускается вниз по направлению к краю большеверцовой кости. Вот такая линия, луч, который находится здесь, получила название гребешковый, потому что эти линии вертикальные, господи, вертикальные, которые идут под углом к бедрену кости, имеют вот такое направление. И так как это пучки, наложенные вдоль, то у худых людей, у которых силуэт, сейчас мы его обозначим, силуэт зеленый почему-то, силуэт ноги, который будет иметь вот такую структуру в дальнейшем, здесь, здесь, здесь и здесь, то вот этот край, направленный структурой гребешкового мускула, который направлен во внутрь у худых людей, иногда открывается, и тогда вы видите такие полосочки внутренней части, вот паховой части уходящих в бедро, вот, обычно редко заметны эти полоски, но если вы увидели, то они действительно напоминают такие вот полосочки, уходящие с одной стороны в другую. Следующая территория, которая есть после гребешкового мускула, который идет чуть ниже, это структура короткого приводящего мускула, он крепится чуть-чуть ниже, вот в этой части, вот здесь, и прикрепляется к так же поверхности лобковой кости, спускается вниз, вот так сюда, и образует вот такую массу, спускающейся формы мышечных волокон, вот так. Соответственно, он помогает гребешковому мускулу, так как он прикрепляется за ним, да, то есть следствие прикрепления идет вот этой поверхности, вот, то он выполняет ту же функцию, что и гребешковый, тянет бедро вовнутрь. Это у нас с вами будет короткий приводящий. Короткий приводящий мускул. Короткий приводящий мускул. Если есть короткий, соответственно, есть и длинный приводящий мускул. Длинный приводящий мускул начинается так же от лобковой кости и спускается вниз. Идет он примерно до середины бедра и спускается, наверное, чуть ниже этой точки, так, по крайней мере, я помню, вот, и у меня тут шпаргалка есть, как у любого человека, у которого можно пользоваться шпаргалкой, да, пистацией. Вот. Короткий и, соответственно, длинный. Длинный приводящий мускул. Длинный приводящий. Волокна этого мускула также прикрепляясь к краю бедренной кости заставляют... Тут я рисую почти посередине. Вот тут врачи меня, наверное, убьют. Потому что, на самом деле, они прикрепляются к внутренней поверхности бедренной кости. Поэтому здесь надо вовремя сориентироваться и сказать, что это внутренняя поверхность бедренной кости. Чуть ее сдвинем вот так. Сюда. Сюда. Вот так. Как только они прикрепились к этой поверхности, сюда, то, соответственно, три этих мускула работают в сторону приведения этой массы. И, соответственно, именно эту массу вы ощущаете как наполненный объем, который будет существовать вот здесь. То есть, когда вы рассматриваете бедро в форме, то за партняжным мускулом есть вот такой объем. То есть, есть объем передних мышц, которые будут потом здесь спереди находиться. А вот эта территория приводящих мышц по отношению к паховой части образует вот эту массу. У этой массы есть внутренняя поверхность и наружная поверхность. Так вот мы сейчас и говорим о поверхности мышц, которые образовали вот эту поверхность. Раз, два и три. То есть, вот этот объем. Соответственно, мы будем видеть вот эту массу наполненной формы. Вот здесь. которая подлавливает цвет. За этим мускулом начинается следующий объем. Почему мы сейчас остановились на этой точке? Потому что лобковая кость, которая находится здесь, она являлась как бы местом прикрепления этих мышц. Поэтому она формировала именно эту плоскость. Теперь мы переходим на поверхность, которая формирует боковую поверхность. То есть, будет прикрепляться дальше. И с этим связано то, что короткие и длинные прикрепляются к лобковой, а к седалищной кости, то есть к уходящей ветви, если я ничего не путаю. Я надеюсь, что я ничего не путаю. Большой приводящий мускул. И большой приводящий мускул, черт, надо поверить, проверить. Большой приводящий мускул, от лобковой. Короткий, к верхней, а большой, всегда все правильно. Итак. Большой и короткий приводящий мускул. Короткий, от лобковой, а большой приводящий к верхней, как здорово, да, что я могу подтупить чуть-чуть, от седалищного бугра, от седалищной ветви, которая приходит вот здесь, и начинает спускаться вниз, и идет к самой нижней части бедренной кости, вот сюда, сейчас мы опять перенемся к красному цвету, к этому объему, вот такая, то есть, так как это седалищная кость, седалищная ветвь, то появляется вот эта линия, вот такая, здесь, и здесь выходящая форма, и вот этот короткий, длинный, и большой приводящий, ничего я не перепутал, да, вот, большой приводящий, спускается вниз, и превращается в сухожилие, которое крепится к краю бедренной кости, между этими мышцами, между этими мышцами, есть некое пространство, через которое проходят кровеносные сосуды, которые выходят на поверхность, сзади, так, по-моему, я помню, хотя, что-то начинает, знаете, всегда сомневаешься в том, что рассказываешь, это хорошо, вот, раз, два, три, вот эти объемы, сплетенные туда, вовнутрь, и создают от седалищного бугра выходящую форму большого приводящего мускула, большой приводящий мускул, который уходит вовнутрь, прикрепились, вот, вся эта масса, вся эта масса создала вот такой объем, с направленной линией, идущей в край большеберцовой кости, и уходящей линейно на территорию прикрепления собственности с кинхолинкой, то есть надо следить за тем, что все эти линии стремятся в эту точку, они направлены сюда, это один из очень важных приемов, для чего нам нужна система анатомии, чтобы увидеть, что все эти линии направлены вот в эту точку, точку силы назовем, да, то есть напряжение эстетическое внешнее, поэтому если вы тянете эти линии в эту точку, направляете эти линии сюда, то возникает некая замкнутая система визуального образа объема, для этого мы анатомию, собственно говоря, и учим. Итак, определились с этим, и дальше у нас появляется последний мускул, очень важный для нас, это так называемый нежный мускул, ой, я должен это вот так сказать, нежный мускул, вот, нежный мускул, это мускул, который спускается с верхней части таза, идет вдоль, идет вдоль всей поверхности бедра, вот здесь, и прикрепляется к боковой поверхности края большеберцовой кости, то есть он образует вот такую линейную форму, спускающуюся вниз, вот так по наружу поверхности, собственно говоря, ему, можно сказать, принадлежит весь внутренний силуэт, края бедра, внутреннюю поверхность, или тонкий мускул, еще его называют, вот, спускается вниз, определяет эту территорию, прикрепился с этой стороны по осевой точке здесь и здесь, край этой поверхности, и, собственно говоря, нежный мускул работает, как и все остальные мышцы, возвращает их обратно. И вот мы получили целую систему масс, гребешковый мускул, короткий, длинный, большой приводящий мышцы, большая приводящая мышца, которая образовала вот эти плоскости поверхностей поворота, которые здесь есть. Теперь мы знаем о том, что именно вот в этой части происходит как бы подныривание объема, то есть, если еще раз вернуться к этой системе, то получается примерно так. Если вы рассматриваете верхнюю поверхность бедра, и потом рассматриваете внутреннюю поверхность бедра, то при поперечном сечении этой поверхности вы увидите, что внутренний край бедра, он как бы подныривает внутрь, в направлении коленного сустава, захватывает его, и будет возвращаться обратно, создавая такую восьмеркообразную петлю вот этой массы. Вот эта линия подныривания всегда будет создавать внутренний силой бедра с неким объемом провисания формы, ни в коем случае не будет вот такого прямого хода. То есть, всегда будет образовываться вот эта точка, всегда будет образовываться вот эта точка, где объем заканчивается и спрятался под объем. Под что он спрятался? То есть, что произошло в данной ситуации? У нас появляется следующий мускул, который нам очень нужен, который называется нежный мускул. Этот фукус нежный мускул, партняжный мускул. Партняжная мышца ложится от верхней передней ости подвздошной кости, верхняя, верхняя, передняя ось подвздошной кости. И отсюда она спускается вниз, идет вот так параллельно краю бедренной кости, добирается до внутренней поверхности бедра, обходит коленный сустав внутри, огибая это пространство, прикрепляется к внутренней поверхности большеберцовой кости. И своим сухожилием начинает прикрепляться вот к этой поверхности большеберцовой кости, которая будет оголена в дальнейшем все это время. То есть, вот тут у нас будет край большеберцовой кости. Вот сюда уходящий вниз будет икроножный мускул. Так вот партняжный мускул, который пришел от точки верхней передней ости подвздошной кости, спускается вниз, огибает всю эту величину коленного сустава с этой стороны, прикрепляясь к этой поверхности, образует пленку сухожильную, сухожильное окончание. Я называю это пленкой неправильно, но на самом деле это плоское такое сухожилие, которое начинает крепиться к этой поверхности и удерживается. Это самый длинный мускул в бедре и самый длинный мускул человеческого тела, наверное, да? Хотя есть длиннейший мускул. Итак, что делает партняжный мускул? Партняжный мускул получил название партняжный, потому что партной поднимал ногу вверх, когда нажимал, и поэтому этот мускул очень хорошо был заметен, потому что он позволяет поднимать ногу, поднимать бедро вверх. Рядом с ним работает мускул, который называется мускул, напрягающий широкую фасцию. То есть вот от этой точки идет мускул в сторону. Вот такой объем, который начинается также от верхнего края подвздошной кости, идет к поверхности вертела, вот сюда, и образует плоскую широкую фасцию, которая идет вдоль всей поверхности бедра. То есть выглядеть это будет так. У нас, если рассматривать наружную поверхность бедра, то мы увидим, что мускул, напрягающий широкую фасцию, он выйдет, сейчас прекрасненький, он выйдет вот отсюда, захватывая, по отношению к вертелу, который находится здесь, захватывая эту пленку, прикрепляется к ягодичному мускулу, и ягодичный мускул, прикрепившийся к бедру, частично прикрепляется к этой широкой фасции, и вот здесь начинается такая длинная пленка, длинная пластина широкой фасции, очень мощная, которая идет, спускается вниз и доходит по отношению к коленному суставу до наружной поверхности большеверцовой кости и прикрепляется к ее поверхности, находящейся вот здесь, вот в этой территории. Соответственно, партняжный мускул прикрепляется с внутренней стороны, а широкая фасция прикрепляется снаружи стороны. В результате возникла очень интересная история, что из одной точки выходит мускул, напрягающий широкую фасцию, вот этот объем, и здесь же выходит мускул партняжный. Именно в этой части и заметна вот эта прекрасная вилка двух мышц, которые раз входятся раз и раз входятся два, образуя два мышечных пучка. Вот верхние части, они заметны очень активно, и дальше они как бы теряются на всей поверхности, их почти не видно, но на самом деле при сильном напряжении, когда вы встаете вертикально, вы встаете на опорную ногу, то вся широкая фасция вот здесь столь сильно натягивается и столь сильно натягивает край голени, чтобы мы оставались в вертикальном положении в отношении к укроножному мускулу. Вот это натяжение вертикально получается, что позволяет на вертикальный стоять, поэтому ликвидичный мускул, мускул напрягающий широкую фасцию, тянут вверх, соответственно, при напряжении этой поверхности и создают абсолютно вертикальное стояние. Партняжный мускул с обратной стороны выполняет функцию сгибания вот в этой верхней части и то линейное напряжение, которое идет с внутренней стороны, позволяет нам увидеть следующий путь. То есть мы вышли вот отсюда и пришли на внутреннюю поверхность и эта линия идет параллельно широкой фасции, вот здесь. Поэтому, когда вы рисуете бедро, вы, собственно говоря, увидите вот эту линию партняжного мускула, мускула широкой фасции, вышли из треугольника и пришли в треугольник. Перед этим треугольником будет коленная чашечка и именно между двух этих мышц и будет уложена передняя группа четырехглавой мышцы, как у отрицепса. А с внутренней стороны, которая у нас есть, идут как раз приводящие мышцы, которые идут в эту же точку. И отсюда уже мы, создвиганные за малоберцовые косточки, будем уже уходить на поверхность голени. Отсюда и возникает вот этот механизм прямолинейного чтения этих двух мышц, поэтому я их параллельно рассказываю, чтобы было гармонично с точки зрения визуального образа объема. Здесь и здесь. И вот эти две мышцы, которые поднимают эту форму, образуют еще один очень важный момент. Сейчас я сейчас вот это вот погашу. Это тоже погашу. Итак, что образуется? Вот в этой части... Елки зеленые. Рисуй. А, нет, не то. Вот так открыть. Все, отлично. Итак, у нас есть точка верхней и передней ости подвздошной кости. У всех людей она достаточно хорошо заметна. Кто худенький, у тех, кто толстенький, она тоже заметна, потому что до этой части приходится паховая часть, а при том уходят ноги. Поэтому эти края гребни подвздошной кости визуально всегда остановлены и очень прочитываются. Хорошо, в общем, видны. Так вот, из-за того, что эта поверхность, расхождение мускул, напрягающей широкую фасцию, партняжного мускула здесь и здесь, являются местом движения вертела, вот здесь и здесь, то как бы человек не сгибал ногу, в данном случае здесь и здесь, то вы всегда будете видеть вот этот пояс. Пояс вот этой вилки, которая образовалась здесь и здесь. Благодаря двум этим мускам. И этот треугольник здесь и здесь всегда имеет вот такую величину. То есть, человек вот здесь будет носить ремень, вот в этой части. Здесь будут брюки. А здесь будет возникать складка при сгибании ноги. То есть, если человек сгибает ногу, то будет примерно так. Край. И здесь будет образовываться складка, из которой выходит бедро. Соответственно, гребень подвздошной кости, паховая часть, вторая нога. И вот эта складка, вот эта складка здесь, вот эта складка здесь, будут образовывать вот эту поверхность. Высота этой поверхности примерно как боковая структура спичного коробка. Так как вот эта высота таза от гребня до этой части, это ваша кисть, которая будет здесь соответственно указательной, ладошка, вот это величина. И это же ваше лицо, они должны быть масштабированы. И вот эта территория, которая здесь есть, понижает толщину бедра по отношению к этой высоте примерно вот настолько. То есть всегда вот это расстояние будет. Здесь как раз и будет мускул, напрягающий широкую фасцию, партнерный мускул. И вот из этой части выходит четырехголовый мускул. То есть он будет всегда входить в эту часть. Никогда по-другому не будет. Как бы сильно вы потом не сгибали ногу, не поднимали вверх, вот это расстояние всегда будет оставаться. Это такой важный момент при рисовании ноги. Не забывайте о том, что вот эта точка, не забывайте о том, что вот этот треугольник всегда присутствует. Это некий пояс, как бы движение формы здесь. Движение формы здесь. Вот это территория. Вот. Итак, с партняжным разобрались, с мускулом напрягающей широкую фасцию разобрались. И теперь четырехглавый мускул бедра получил он такое название, потому что у него четыре порции. И эти порции выглядят таким образом. Самый невидимый внутренний мускул, он прикрепляется к передней поверхности большеберцовой кости. Своими мышечными пучками уходит с две стороны, вот так от края. И захватывает поверхность коленной чашечки с внутренней стороны, срастаясь с сухожилием прямой мышцы бедра. Переходит на коленную чашечку. Она будет у нас с вами вот здесь. Вот край большеберцовой кости. Переходит в плоское сухожилие на расстоянии примерно 8 сантиметров. Плоское сухожилие, которое присоединяется к краю большеберцовой кости. То есть, вот тут у нас будет с вами коленная чашечка. Вот тут у нас будет сухожилие. Вот это же сухожилие спускается вниз, которое имеет название собственная связка дверцов. И прикрепляется к передней поверхности большеберцовой кости. Поэтому, когда вы рисуете колено, вы всегда имеете вот такую структуру. Это очень важный момент, потому что вы отрисовываете коленную чашечку. И сухожилием переходите вниз, прикрепляетесь к вот этому треугольнику внизу. Поэтому визуально вы будете видеть коленную чашечку светлую наверху и утемняющуюся вниз. Потом вы будете видеть два жировых комочка, которые от коленочки выпрыгнули. И потом будете видеть плоскость утемняющейся поверхности собственной связки над коленником. От них как раз пойдет боковой поворот формы. Здесь и здесь. Поэтому вот этот передний треугольник, который образован этой внутренней мышцей. Вот здесь. Здесь входящий. Она как бы находится в глубине, мы ее не видим. Но она является подложкой для поверхности прямого мускула бедра, который, собственно говоря, начинается от точки. Тут у нас есть точка мускулонапрягающей широкую фасцию и партнерного мускула. А ниже находится нижняя передняя ость подвздошной кости. Вот эта точка. Именно отсюда и выходит прямой мускул бедра. Мы сделаем его чуть-чуть покраснее. Вот так вот. В этой и в этой части. И он, спускаясь вниз, образует вот эту верхнюю порцию прямого мускула, которую мы, собственно говоря, все видим. Это та территория мышечного объема, которая будет находиться вот здесь. Прямой мускул бедра. Вот эта масса, вот этот объем, находящийся вот здесь. Раз. И два, вот эта территория. Он, собственно говоря, заканчивается своими мышечными пучками, не доходя до коленной чашечки. Это же расстояние 8 сантиметров. То есть, пучки теряют свою силу. Мышечные. Теряют не силу, теряют свою территорию. То есть, заканчивается такое веретено вот этой массы, заканчивающейся здесь и здесь. Вот эта территория. И входят сухожилия. Собственно говоря, наверное, ему и принадлежит вот эта сухожильная большая масса, которую вы сверху видите, вот эту территорию, 8 сантиметров. Я говорю 8 сантиметров в учебнике, собственно говоря, прочитал эту территорию. Очень удобно, потому что вы ее и внешне можете померить на своей ноге, ощутить вот это окончание объема четырехголовых мышц. Господи, это столько цвета, так красиво. Колористика цветоведения, как говорят многие, это почти одно и то же. Я не знаю, зачем я это сказал. Итак, вот это веретено. Итак, у нас есть две мышцы, одна над другой, четырехглавая мышца. Но это две порции. Соответственно, нам нужны еще две порции. И они находятся с двух сторон относительно этого объема. И первая, это внутренняя часть. Внутренняя часть. Есть латеральная, это наружная. Есть медиальная, это внутренняя. Вот это медиальная головка четырехголового мускула. Она появляется вот здесь сбоку. Это продолжение предыдущего мышца. Мускула также крепится к бедренной кости крепится. И образует вот эту массу мышечного волокна, который находится вот здесь сбоку. То есть, вы всегда увидите ее вот в этой части. Это вот эта порция нависающего объема. Здесь у нас объем. И она вот так внутри висит. Вот этот объем здесь. И, соответственно, вот здесь. Ее мышечные волокна имеют одну очень интересную вещь. Они как бы доходят до внутренней поверхности, поворачивают вовнутрь. И начинают прикрепляться к сухожилию коленной чашечки. Недколенника. Начинают прикрепляться под прямым углом. То есть, вот так вплетаются в это пространство. Вот это плетение сюда. Вот под таким углом. Дает очень красивую структуру входа формы. Здесь, здесь. Вот. Из-за этого и возникает отдельное мышечное визуальное образование, которое очень красиво смотрится на бедре. Вы любите эту массу прессовывать. Она, собственно говоря, прижата партняжным мускулом. Отдавлена. И поэтому, не переходя эту территорию, мы визуально чувствуем массу объема прямой и массу объема вот этого медиальной части, медиальной головки, которая под углом 90 градусов ведет к коленной чашечке. Очень удобная история с сохранением величины. Вот. И, соответственно, латеральная порция. Латеральная порция находится, или начинается от края бедренной кости и образует вот этот объем, находящийся с наружной стороны от поверхности. Надо как-то это отделить. Сейчас мы это отделим вот так. Это раз порцию. А вот эта латеральная порция, которая идет вот здесь, вот он ее поворот. Здесь и здесь. Она точно так же под углом 90 градусов вплетается с обратной стороны по отношению к медиальной головке. Латеральная вплетается вот так вовнутрь. Раз, два, три. Вот такое вот движение получилось. Поэтому, когда она вставилась с этой стороны, с обратной стороны, она образовала очень интересный объем. Тут я должен вернуться обратно к этой схеме. Сейчас я попробую вспомнить, где она была. О, вот она. Вот. Так вот, если мы возьмем вот эту широкую фасцию, которая у нас была, и возьмем край бедренной кости, то мы получим следующее, что вся латеральная порция, наружная порция четырехглавого мускула будет находиться под этой широкой фасцией. То есть, она появится вот здесь, появится вот здесь, и будет носить вот такую массивную форму, вот эту массу, по отношению к прямой мышце, которая будет здесь. И если мы рассматриваем поверхность медиальную, то она, приходящая под углом 90 градусов с этой стороны, очень логично вплеталась, мы это видим, то вот с этой стороны, вот здесь, у нас возникает вот такое вставление, где не очень видно, что она под углом 90 градусов сплетается. Но, если мы рассматриваем это сбоку, то вот к этой территории связки этот мускул приходит вот так, раз, вот так в эту сторону вплетается. Это очень важный момент, потому что именно она образует вот эту наружную поверхность бедра. Поэтому, когда вы рисуете человеческую ногу, очень часто вы сталкиваетесь примерно с следующим объемом. Так как наружную часть бедра мы очень часто изображаем. Вы увидите примерно следующий вертел. Спускаемся вниз, ягодичный мускул. Переходим на коленную чашечку, спускаемся вниз. Так вот, прямой мускул, мускул, напрягающий широкую фасцию, вертел. И вот это все, это гигантская латеральная поверхность. Получается, что вы видите, вот эту массу верхнюю, а потом видите, гигантский боковой поворот всей этой латеральной порции, которая вот здесь имеет вот такую структуру. То есть, вот эта линия силуэта пойдет по своей поверхности к внутренней части вот этой связки, вот сюда двинется. Поэтому будет линия ягодичного мускула, потом вот эта латеральная поверхность, и из-под нее выскочит вот такая линия, это будет бицепс бедра. Поэтому не забывайте, что это огромный объем, огромная масса, которая состоит из двух объемов. Один объем, вот эта латеральная порция, и второй объем, это широкая фасция бедра, который ее поджимает вот здесь. Так вот, именно из-за этой фасции, из-за этого двойного наложения пленок, двойного наложения масс, вы, собственно говоря, можете увидеть примерно следующую систему. Вы можете увидеть, что у некоторых людей вот эта масса как бы ложится, потом при напряжении широкой фасции она как бы продавлена, а здесь возникает вот такой дополнительный объем. Он как бы вот так, я не знаю, видно сейчас, наверное, нет. Вот, он вот так выпуклым становится, вот настолько как бы выпирает. Поэтому, когда вы рисуете человека, стоящего с опорой на ногу, то вы увидите следующее. То есть, будет идти прямая линия, и если вы чуть-чуть на наружную поверхность передвигаетесь, то вы увидите следующее. По напряжению к этой величине, к объему прямой мышцы, которая идет здесь, вы увидите вот эту наполненность, потом некую продавленность широкой фасции, и потом вот эту наполненность этой латеральной поверхности. То есть, будет вот это вот мышечное наполнение, углубление, и опять наполнение. То есть, здесь будет возникать такая некая вмятина при серьезном напряжении на одну опорную ногу. Откуда оно берется? Это вот вся, вот эта поверхность четыреголового мускула, которая находится здесь. Огромная масса. Чтобы она не болталась в нижней части, здесь есть специальная пленка, которая удерживает эту поверхность, и поэтому относительно коленной чашечки, вот эта пленка, которая, фасция, которая обтягивает эту ногу здесь и здесь, удерживая мышцы от того, чтобы она сваливалась, вы, увидев эту пленку, которая идет здесь и здесь, вы можете увидеть, что у людей, которые часто едут на велосипеде, здесь возникает вот такая шишечка, вот такой объем. Поэтому, когда вы смотрите, например, на Дерифора или на людей, спортивно занимаетесь, то над коленной чашечкой вы увидите вот такую массу. Она образовалась из-за того, что мышца увеличилась, вот, а пленка, вот эта фасция поперечная, которая держит того, чтобы мышца не болталась, вы получите вот эту территорию. И вот эта масса здесь над коленной чашечкой будет зависать. У Дерифора, у спортивных людей, она обычно присутствует на этой территории четырехголового мускулы и ее внутренней, медиальной части. Вот такая масса этих объемов, она как бы здесь присутствует. Поэтому, когда вы будете рисовать ногу, ну, то есть, если вы теперь уже рисуете ногу, то, по сути своей, пользуясь всеми, всей этой информацией, должно произойти примерно следующее. Когда вы строите ногу, представьте себе, что вы выходите из одной точки, выходите в другую точку, прошли через партняжный мускул, спустились, вернулись, вышли на широкую фасцию, прошли, спустились, приходите к приводящим мышцам, внутрь направили, направили внутреннее пространство в эту точку, широкую фасцию удерживаете, партняжную удерживаете, выпускаете через вот этот треугольник прямую мышцу, выставляете медиальную латеральную порцию, зажимаете коленную чашечку и переходите на малоберцовую косточку, потому что от седалищного бугра бицепс будет направлен вот так. То есть, у нас есть седалищные бугры, и с обратной стороны, поэтому линия дает нам вот такое прочтение сюда, вот такое прочтение сюда, постепенно привыкая к такому видению формы, вы начнете чувствовать эти линии, и тогда визуально силуэт линейный, который вы рисуете, будет становиться абсолютно анатомически точным, что на самом деле очень важно. Все люди, кто освоили этот принцип, это действие, на самом деле очень профессионально ставят силуэт, он тогда меняется в характере, и это придает и вашей уверенности в рисовании, и сомнений никаких не будет, поэтому, когда вы выпускаете потом складки, то вы сразу ставите складку на сгибе расформы, даете мусор, определяете коленную чашечку, как натягивающие эти складки, выходящие здесь, и линии одного объема и второго объема будут связаны этими линиями складок, направленными друг к другу, и отсюда также линия складка пойдет. Почему мы сейчас заговорили о складках? Все дело в том, что максимальная точка натяжения и максимальная точка натяжения натягивают ткань и как бы вскрывают нам поверхность мышцы и поверхность сгибов, то есть, когда человек одет, то направление складок, направление объемов становится видно лучше, чем даже на обнаженном человеке. Поэтому, когда вы смотрите, понимаете, что все массы и все объемы мышц на самом деле вскрываются складками чуть активнее даже, чем в обнаженном состоянии. Это очень интересная система прочтений. Поэтому, когда вы смотрите на человека, например, вы увидите, что здесь будут образованы складки, и так как вы часто сгибаете колено, именно здесь они будут образовываться. Именно в этой поверхности образуются складки, которые пойдут здесь при сгибании брюк, если они достаточно свободны, и здесь будет то же самое. То есть, всегда вы будете читать эту массу сложений складок и наложений форм. Поэтому это очень удобно при прочтении складок. Они неразрывно будут связаны с этим строением. То есть, это не просто система, когда вы рисуете ногу и вы говорите, какие-то линии нарисую. На самом деле, складки будут привязаны к коленной чашечке, складки будут привязаны к направлению формы, и они обязательно будут подсказывать нам, как видеть форму, почему они здесь образовались и свисают. Поэтому люди, которые знают анатомию, в данном случае это уже вы, поэтому вы все время будете теперь складки читать по направлению тех мышц, которые у нас с вами здесь есть. Я надеюсь, это было полезно и интересно. Читайте это у нас, зачет, конспектируйте. Вы лучше всех.